Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Образование высшее, инженер-механик В 2002 году окончил факультет юриспруденции Московского государственного индустриального университета В 1998 году аспирант Северо-Осетинского государственного университета Соискатель ученой степени, кандидат экономических наук Трудовая деятельность С 1979 по 87 инструктор Октябрьского райкома Нальчикского горкома Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ С 2009 по 2011 министр по информационным коммуникациям В работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-Балкарской республики С 2011 по 2012 председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарии по делам общественных и религиозных организаций В 2012 году исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарии по делам общественных и религиозных организаций В 2012 же первый секретарь комитета Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ Полное наименование настоящей должности. Первый секретарь комитета Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ. Партийность. Член КПРФ. Семейное положение. Женат. Пятеро детей. Заводите, заводите. Кто санкционировал? Ну как кто? Как всегда. Тоже сам. Ну что у нас сам получается? Насколько мне сказали, практически... Компания. Сам и сам. Добрый, проходите. Кому как, Борис Ултанович, кому добрый, кому рабочий. Садитесь пока. Не знаю, спасибо. Кому по обстоятельствам. Я только услышал, мне кажется, ключевым является слово сам. Да, в нашем случае. Как вам наше подземелье? Замечательно. Не сыровато? Нет, я думаю, очень правильно и вовремя возродили. Я сказал, я сам пришел, я вам заявляю, с кого надо начинать. Если у кого-то на совести есть что-то темное, международа, он придет с котомкой. Вот я пришел, наоборот, с какими-то вещами. Я думаю, это, кстати, и работе вашей поможет, и передачу как-то. Борис Ултанович, это называется взятка. Тогда я вам не дам. А я как более юридический подковный, что это называется благодарность. Вот так, всем, тогда вот я дам. Черлига, я вам говорил, учите матчасть-то. Учите, Феликс Инмундович не зря вам подарил кодекс-то. Ну, почитайте, что мне написано. Не на раканов давить. А ну-ка. Вот. За родину. А вот еще одна вещь. Мне кажется, Маша больше подойдет. Вот за нашу родину, Советский Союз. А мне значок. Вы поняли, что значки я люблю? Да, да, Машенька. Вот вам. Обдена и медали. Ты бы, кстати, свои значки... Ну все, вы нас умаслили. Да. Ну что, зачитаем вам обвинение, так сказать. В чем подозреваем вас. Мы решили, что ваша политическая и публичная деятельность вполне известна. Мы знаем. А вот ваша личная жизнь, она от общественности скрыта. Мы как-то не в курсе. Да. Любите ли вы яичницу с луком или глазунью, или вообще ее не кушаете? В каких тапочках вы дома ходите? Где ваш дом говорить мы не будем. Но... Кстати, очень правильный подход, я согласен. Я вот понял, что таких клиентов, как я, будет мало. Я, во-первых, вас поддержал. Ну, предложил вам клиентуру. Подарков принесли. А третьи... А, подарки, да. Ну, подарки, это не подарки. Это как правильно? Благодарность. Вот. До трех тысяч рублей это все благодарность. У товарища вот прям благодарность, посмотрите. 60 килограмм благодарности на одном лице только. И в части этой согласен, если любой общественный, публичный политик, он, в принципе, должен понимать, что он, если принимает условия этой игры, он должен быть открыт до конца. Я вот так буду. Да. Попробую. Батюшки, да я смотрю, у вас уже между собойчик нарисовался. А мы, между прочим, с Борисом Султановичем еще в Брусиловском прорыве в параллельных батальонах шли, пока ты, тыловая крыса, макароны жрал. Я не жрал, а дегустировал. Борис Султанович, ну, как бы начнем с самого начала, то есть с детства. Каким вы были в детстве? Не было ли оно у вас? Вот тут я должен сказать, что вот в отличие, наверное, от того поколения, которое сегодня растет, у меня было детство, и, наверное, как у миллионов моих сверстников, и поверьте, это не агитация. На самом деле это было, и было замечательное, доброе, хорошее детство. Вот, а каким я был, вот тут, да, есть в чем признаться. На самом деле не был таким общественно активным, вот таким заводилой. Я был, скорее всего, такой, ну, я бы не сказал тихонее, да? Ну, тихушник, сам себе на уме. Это еще хуже. Тихушник – это другое. Нет, нет, нет. Это другое. Вот, ну, по крайней мере, особо общественной активностью не отличался. Смутно я себе представлял Борису Султановичу таким застенчивым, да, вот, средним где-то. Слишком радужная картиночка получается. Нет, а где пошла жизнь по наклону это? Ну, наверное, где-то ближе к классу восьмому я там начал уже более активно заниматься спортом. Девушки, танцы, твист, дружесное влияние не уберегли. А вот вы в детстве были, как бы, патриотом системы? Да я сейчас стою патриотом. А хотелось что-то нарушать? Вот что-то нарушали, то есть заграничную музыку слушали, радиостанции американские ловили на самодельном приемнике? Если в детстве, то нет, но в детстве, то как в юности. То есть мы уже в возраст перешли. Вы сказали, что детство было счастливое. Счастливое, классическое, хорошее детство. Восьмого класса, это сколько вам лет было? Ну, семи добавьте, восемь. Столько же, сколько всем восьмиклассникам вообще. Где-то после восьмого класса, безусловно, по крайней мере, у нас в Оксане, помимо спорта, у меня еще одно было влечение радиоделом. Радиоделом, я все-таки был прав. Это так называемые шарманщики, это такие вот частные любители радио, как бы вот, да. То есть вот это изготовление параллельной продукции мировой в Оксане началось еще в далеком. Да. А, кстати, о музыке. Машенька, поставьте, пожалуйста, нашу магнитолу современную. Да, давайте. Отличный аппарат, изъяли у буржуев. Как вам? Одинокая бродит гармонь. Хорошо. Тем более, что это все не утратило актуальности сегодня. Правда, может быть, в лучшем качестве, но есть. А по мне так живая музыка, она завсегда. Вот у нас, завича, балалайчник, три дня без передыху шпарил. Правда, не на балалайке. Пока не упал. Ну, допустим, определились мы, что увлекались вы радиотехникой. Нет, давайте по пунктам. Ну, соответственно, музыка. Музыка. Музыка, безусловно, музыка. А вы знаете, это было достаточно интересно. Нет, нет, скорее всего, слушать, переписывать. Этот был период, когда с одной стороны мы нас, действительно, мы, скажем, привозили, да, в определенном смысле, это была цензура. Вот, это был и Битлз, были и другие исполнители. Нарис, солданы, чинжели фарцевали. Нет, я никогда не фарцевал, но, по крайней мере, покупал эти пластинки, что-то такое было. Вот, был Высоцкий где-то, которого мы так вот друг другу передавали. И надо тоже, честно признать, было достаточно большое количество советской эстрады, которую тоже, в общем-то, искали, находили, переписывали. А потом крутили в эфире это так вот. То есть, вы не отрицаете, что ради пластинки вы готовы были слегка нарушить закон? Запрещенная-то музыка была? Музыка, как таковая, запрещенная она не была. Она просто не транслировалась. Там факт продажи-то, с рук. Было запрещено. Это было запрещено, да. Незаконность. Было, было. Фиксируем в протоколе. Да. А вы были для ваших родителей послушным ребенком? Вот как бы они сказали? Скорее, да. Ну и самостоятельно. Самостоятельно. А в чем это? Самостоятельно послушно. Ну, это было, наверное, в том, что, по крайней мере, как пример, да, когда я закончил школу, я просто поставил известность и поехал поступать в военное училище. Куда? В Орженькидзе тогда был. В Владикавказе назывался Орженькидзе. Поехал туда, сдал все документы, сдал все экзамены. И не поступил. Не прошел по конкурсу. Ну, там своя была история, но не прошел по конкурсу. Вот. При том, что конкурс был, наверное, человек, если я не ошибаюсь, ну, там что-то под 20 человек на место. Картина-то клиническая вырисовывается до восьмого класса. Я бы сказал, до конца школы. Битлз, девочки, незаконная радиотрансляция музыки, неодобряемой партией. Рыночные сделки. Переколка, нет, погоди. А оттуда раз, и сразу в Орженькидзе, в Сауровское училище. Нет, это было высшее военное, общевоисковое. Нет, именно общевоисковое, высшее училище. А как это так вот, вот с этой всей богемной жизнью и в армию? Целенаправленно разрушать-то хотели? Ну, мы же понимаем, что человек это не просто черное и белое внутри. Мы же понимаем? Человек это достаточно сложное. Смотрите, как излагает, как уходит. Это самое сложное. Многоуровневое такое восприятие мира. И, по крайней мере, ни Битлз, ни вся остальная западная музыка, которую мы в этот период слушали, она никак на наш патриотизм в обратную сторону сильно не влияла. Ну, а как так? Страна-то ушла тогда, Борис Вултанович? Ну, страна ушла по другим причинам. Не из-за Битлз? Да. Хочу я вам сказать. Вот скажите, у вас было прозвище в детстве, в юности, а может быть даже сейчас? Вот что удивительно, да, как-то прозвище ко мне особо не приклеивалось. У старшего и у младшего брата, да, мы учились в школе, обычно в школе что-то прилипает. У них как клички были, но они традиционные, в общем-то, кличка была у нас. Я как-то вот почему-то без кличка обошелся. А традиционная-то какая? Ага, паштек. А, вот так вот. Да, вот это когда в школе вот так вот звали. Вот, и старшего звали, и младшего. У меня, кстати, другая была проблема. Вот тоже получается каешь. Скорее я где-то могу дать, и оно прилипало очень сильно. Да, вот, какие-то клички. Вот, хотя вещь достаточно распространенная была, и как-то спокойно к этому относились. Какие у вас вообще воспоминания от школы, Борис Павлович? От школы? Да. Разрозненные. Это, с одной стороны, я никогда не был отличником, но никогда не был троечником. То есть я так вот учился, достаточно. А вам было интересно учиться, или потому что приходилось? Нет, потому что я понимал, что надо учиться где-то. Страшно вы человек, если вы в школе понимали, что надо учиться, и ради этого учились. Ну да. Как вы не захватили мертв на сих пор? Да очень просто. Мне вообще не хотелось учиться на сих пор. Знание – сила, во-первых. Так что и эти знания, слава богу, мне до сих пор помогают. Старый добрый армейский принцип. Коллектив. Какой? Про коллектив. Коллектив – сила, а сила есть, ума не мало. Не надо. А, вот так. Ну, это интересно. Принцип, ну, про коллектив я так вот как-то не слышал, но в данном случае вот это одно. Второе – это, безусловно, наши какие-то уже школьные тусовки, которые, наверное, как у любого человека оставляют добрые воспоминания. Это какие-то походы, которые мы куда-то ходили, это тоже вот такие теплые. Так что здесь скорее, конечно, такие доброчеловеческие воспоминания о школе. С друзьями со школы поддерживаете отношения? Откровенно скажу, очень-очень так пунктирно. То есть мы как-то где-то встречаемся. Вот на встрече выпускников все-таки последние годы уже не ездим, не собираемся. Вот это плохо. Это плохо. Это плохо. Это нарекательно. Какой пример вы подаете тем, кто нас смотрит сейчас, подрастающим? Для начала, первый пример. Я чистосердечно каюсь. Вот. Это как-то спасает положение. Осознание собственных ошибок – это первый шаг исправления, кстати. А вот и вы готовились так к встрече. Ну, конечно. А вы были конфликтным подростком, ну, так скажем. У нас ведь, как в обществе, нельзя трусить и не подраться хотя бы с кем-то раз в жизни по пустякам. Обязательно это должно произойти. И в основном по пустякам оно и происходит. Бывало такое? Что в детстве, что и сейчас, я буду максимально долготерпелив и буду искать максимально какое-то решение компромиссного. Но дальше, как вот люди вот с таким характером, дурным, да, почему я говорю дурным, потом, когда уже планка падает, дальше уже, в принципе, уже остановить сложно. Потому что контроля нет. Там дальше уже нет. Понятно. Это хорошо, что мы услышали. То есть давим до определенных моментов, потом отпускаем, товарищи. А то ведь… А у нас сегодня Машенька с трофейным парабеллумом. С трофейным парабеллумом. Кстати, еще один вопрос такой, походу. А кто из вас хороший, кто плохой? А мы все хорошие, мы… Неправильно, товарищ, вопрос здесь задаем мы. А так, конечно, я стараюсь быть хорошим, а вот товарищ мой старается быть плохим. Но раз вы вопрос задали, значит, не очень-то у нас хорошо это и получается. Ну, не знаю, я же не сказал, чтобы оба плохие. Ну, хорошо, а у вас есть вредные привычки? Ну, то, что принято называть вредными привычками – курение, употребление спиртного, наркотики? Курики? Нет уже. Сколько? Да, очень давно. Я, наверное, как раз перед тем, как спортом начать заниматься, да, а спортом, ну, понятно, что, как все пацаны, прошел борьбу, бокс. Вот, но в основном я уже в школе зацикливался на волейболе. Вот волейбол, в принципе, играл достаточно неплохо, и мне нравилась эта игра. Вот, а в этот период как раз получилось, что вот этот, вот где коллектив, да, начинаешь курить, как раз за коллектив начал курить. А вы курили папиросы с заводской начинкой, или вам все-таки иногда мог кто-нибудь из ваших сверстников предложить папиросы с иной начинкой? Ну, иной начинки, вот в период мой как раз их еще не было. А пенькозаводы? Нет, вот в мой период особо этого не было. Не было. Это чуть позже потом появилось. Потерянное поколение. Да, да. Шучу, конечно. Да, да. Уже на сборы нас кинули, но там получилось очень интересно. Вначале сборов все предлагали, ну, потому что где-то сидишь, после там стрельбы, после чего-то, все предлагали. А потом, когда стало с этим тяжело, предлагали, уточните, закурить. Закурить. Просто закурить за компанию. Да, 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 за компанию. А уже к концу сбора, когда уже и сигареты подзакончились, и какие-то возможности покупать их, похуже. Предлагать стали меньше. Там не только не предлагали, там уже старались смотреть, кто балуется, чтобы не курили. Чтобы не курили. Да. Ну, не переводили сигареты для тех, кто курит. А, вот оно. Это как практически не превращаете закуску в еду, вот, из этой категории. Во-во-во-во-во. Это вы на меня так смотрите. Я когда про какую-нибудь пищу, духовную или умственную, или сразу как-то. А спиртное употребляйте? В меру. То есть по празднику. Очень в меру. Мера-то понятие относительное. Кому и пол-литра на разогрев. Да не, я достаточно умеряю. Я к этому как-то, вот, скажем так, чтобы было понятно. А, ну, вообще бывает, что и полгода без этого. Особенно вот сейчас, если за рулем, да, вот сколько времени у нас. Вот если какие-то даты так бывают. А сколько за раз? А? Сколько за раз? Ну, скажем так, если откровенно, да, если мы по-мирному, то достаточно немного. Я еще раз говорю, достаточно умеренно это может быть дело, как сказать. А когда было так, чтобы... Ну, очень редко, но это принципиальный момент. Принципиальный момент. Да, когда уже душа требует. А заметьте, как хорошо сказано, это принципиальный момент называется. Не знал бы, о чем речь идет, подумал бы, как минимум, в лес валить надо ехать. А вы за рулем сам ездите? Да, сейчас, да. У вас нет водителя? Нет, больше сейчас нет, есть водитель. Есть водитель? Ну, когда куда-то ездит. А он открывает вам дверь, когда вы из машины выходите на официальных приемах? Я уже не помню, что вообще последние годы кому-то открывали, если раз первому лицу страны. Даже так? Ну, да, мало. Традиция, слава богу, отходит. Вот это в этой части люди воспринимают, да, не тем, кто кому-то дверь открывает, а что человек в себе несет. Вот так. Как-то вы, по-моему, и не из Баксана, и не из Республики. Чего? Не похоже. А как это вот, по одежке встретить человека? Как, смотри, подъем, у него еще и дверь открыли. Насколько я слышал? Я вынужден согласиться, это действительно есть, оно присутствует, но в принципе, сама жизнь нас чему-то же учит. А вы-то человек общественный, вам-то это часть работы? Да. Ну, скажем так, вот я в галстуке, например, при этом я безумно люблю джинсы, свободную форму одежды. Ну, то есть по выходным, там, вне рабочей. Ну, когда мероприятий нет, да, это будет, в общем-то, ну, как это, форма. А бывают выходные вообще? А? Выходные, когда у вас последние годы были? Ну, иногда бывают. В последние выходные, два дня подряд вот так. А, нет, два дня подряд, это редко. Вообще, я не понимаю, товарищи, а о какой работе вот вы сейчас говорите? Лопаты я в руках у Бориса Султановича никогда не видел в последние там несколько лет. В шахту не спускается. Это что за работа такая? Вот мой отец всегда говорил, что это ничего, это и не работа. Танцоры, это просто пляшут, ребята развлекаются, артисты. То же самое, настоящий рабочий человек, у кого руки в мозолях. Вот это рабочий человек. А тут все, работа, работа. О какой работе мы говорим, я не понимаю. Хотя, честно признаюсь, животика у вас нету. Рюкзак вам не выдали, видимо, да? Рюкзак не выдали. Не выдали. Это уважительно. Вот. Ну, мы же понимаем, что на самом деле любая работа важна. А вот в части того, что руки мозолисты, согласен, кстати, полностью, но в части чего? В части того, что уважение к труду, мы действительно убили сегодня. Вот здесь есть проблема. Ах, как вы хорошо перешли на предыдущую компанию. А что вы можете руками делать? А? Что вы можете делать? Так, ну, руками я что могу и что мне нравится, да, если есть. Времени, которое у меня на вот это, действительно нет. Я вообще очень люблю возиться с металлом, с железками, с двигателем. В принципе, в свое время, да, ну, я, вообще-то, по базовому образованию инженер-механик, свой же мотор и перебирал, и, да, и ремонтировал, и лазил под ним, и в яме, и крутил. И в определенном смысле, да, это в любом случае само по себе доставляет удовольствие. Другое дело, что тогда, конечно, столько ключей не было, и один, чтобы один болт выкрутить, это была, конечно, целая трагедия. А карниз дома повесить? Карниз повесить смогу, но с утюг, ну, так как я, все-таки инженер-механик, мы электротехнику проходили, так что в этой части... Ну, у нас вот Сидоров Давидовича утюг-то ремонтировал. Нет, резетки, утюги, слава богу, это как-то... Ну, так, если утюг сгорел, то он сгорел, там уже все. А так сам делаю. Вы из какой категории людей? Всегда нужно отнести к специалисту, он разберется, или сами разберем, да и разберемся, и соберем, лишние детали еще оставим? Я в скучной категории, я вот посмотрю до предела, который я понимаю, да, дальше, если это, скажем, отдельно уже пошла микросхема, или что-то вот пошло такое вот, что я не понимаю, то уже лучше это все-таки делать специалист. Вы-то учтите, что супруга передачу будет смотреть, ее мнение может не совпасть с вашим. А она-то нам напишет, у нас здесь, о, папка-то какая, письмо уже. Я надеюсь, напишите. Вот скажите, как на духу, как ваша семья относится к тому, что вы, скорее всего, очень мало времени проводите с семьей? Отрицательно. Отрицательно. Как вы с этим справляетесь? Потому что мне-то... Не справляюсь с этим, Борис. С семьей? Нет. С отношением к работе. Конечно, конечно, конечно. Тут, ну, надо, откровенно говоря, понять, я, наверное, они уже или поняли, или смирились, да, в какой-то части. Женщины никогда не смиряются. Значит, затаились. Они просто выжидают, да. Значит, затаились. Вот говорим так, они, да, затаились и ждут удобного момента, чтобы отомстить. Мне, как молодому специалисту в семейном деле, хочется от человека с опытом услышать, вот когда наступает переломный критический момент, когда все, или мы, или работа, никаких других шансов, что надо делать? Я тебе сейчас отвечу. Выкрикнуть. В этой части мне повезло, у меня, слава богу, как-то вопрос так не ставился. Борис Султанович, вот коллега-то мой, все к вопросу о количестве, ваших потомков склоняется. Тут, видимо, не так все стандартно, я так понимаю. Сколько у вас детей, Борис Султанович? А почему не стандартно? Нормально, пятеро. Пятеро. Ну, это стандартная ситуация. Сегодня в редкой семье нет пять детей. Борис Султанович, как хорошее управление, срешил вопрос просто. Занял супругу, у него нет времени. А, просто заниматься каким-то перевоспитанием. Ну, между прочим, могу сказать, что по утрам нередко у детского сада встречаемся мы с Борисом Султановичем. Ну, не так уж прям часто, но несколько раз бывало. Раньше нас приезжает, между прочим, раньше нас, когда мы подъезжаем, он уже всех сдал и спокойно по своим делам. Последний вопрос, Борис Султанович. Гасите. Давайте. И дальше придется нам выносить вам приговор, так это не печально. Но это уже без вас. Это мы сами решим. Зачем вы живете? Мне легче отвечать на этот вопрос, кстати, ребят. На самом деле, гораздо легче, и, наверное, людям моего поколения и старше будет легко отвечать. Потому что вот этот вопрос, как только ребенок появлялся и поступал в октябрь, Ах, опять мягко сидит, и барин, опять издалека запомнился. Нет, ребят, вот хотите вы или нет, то в принципе нам выдали целую систему каких-то человеческих ценностей, на которые мы ориентировались. И Солженицын на этой системе жил? Совершенно правильно. И все поколения хочется... Нет, слушай, нет, слушай, нет, слушай. Ваша интересна. Вот вы зачем как-то наживете? На самом деле, я еще говорю, вот и моя работа, и то, чем я занимаюсь, мне нравится. Мне сегодня действительно искренне хочется приносить пользу людям. Как бы это пафосно ни казалось. Что такое польза, Борис Султанович? Ну, польза людям, это же понятие расстроено. Ну, на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, именно то, чем я сейчас занимаюсь, да, если брать чуть раньше период, когда это была молодежная политика, мне было очень важно вернуть некие принципы и систему работы с молодежью. И что-то удалось вернуть, что-то. Это система и социальных клифтов, это система лидеров, система волонтеров и так далее, так далее. То, что так или иначе, да, потом, и то, что мы здесь запустили, ушло в Москву, и с Москвы навернулось, как некое открытие. Вот. То, что касается тем, чем я сейчас занимаюсь, да, непосредственно, и то, что мне нравится. Очень важно сегодня людям все-таки объяснить и вернуть понимание смысла жизни и вообще происходящих процессов. То есть, вы живете для того, чтобы людям принести... Сегодня я понимаю одно, да, вот, чтобы вам, вот, я буду, вот это, пусть будет даже предвыборная программа, как хотите, но я это говорю именно как человек, который отвечает на вопрос. Я четко понимаю, что без именно социалистических принципов, да, вот эта маленькая республика, она никогда не выживет. А почему, что такое социалистический принцип? В основе этого. Именно государственный, да, подход к решению всех вопросов. Если более конкретно, да, вот даже вот туристический, там, развивать туристический класс, татуа, суда, за счет, там, всяких инвесторов. Да, ребята, там столько денег надо, там такой патронаж должен быть государства. Бизнес, он приходит туда, да, где быстро получить деньги и уйти. А государство приходит на долгосрочные, длинные, на такие проекты, их ведет. И вот в этой части, наверное, на самом деле надо будет решать. Все-таки, все-таки провел нас, да. Да, Расултанович, да. Да, Расултанович, да. Да, Расултанович, да. К вам приедут ребята в чудно-решетчатой карете и передадут официальное решение. Пока не прощаемся. Ждите, за вами придут. Да. Хорошо, спасибо. Приятно работать с подготовленными людьми. Ну что, товарищи, врет или не врет, вот в чем вопрос. Фальшивил или не фальшивил? Да, ну-то как тебе же сказать-то. И врать не врал, но и все не сказал. Ну, мне было интересно, я вон даже глоток воды не сделал. Кстати, спирт подмешивали, как в прошлый раз. Не, зачем? Польза от человека обществу есть? Да, есть. Вот. Вред есть? Зато не слышал. В пределах разумного. В пределах разумного. Зачем? Зачем, как бы, говорить красивые фразы, для того, чтобы они звучали. Но я сегодня видел, как молодые ребята подходили, здоровались, глаз горел, приятно было видеть. Так Михаил живет. А мы будем за ним просто присматривать. Ну, чтобы не скрывал от общества, все-таки сегодня признался. Признался. Почти во всем. Дома-то разговор еще предстоит. Мы увидим. Мария, спасибо вам большое. На сегодня все. Протокол оставьте. В протокол букв отпишите. Отпустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова